Жители дома памятника архитектуры выступили на защиту своего дома от самовольной реконструкции, которую затеяли владельцы одной из квартир. Дело в том, что после переделочных работ старинный особняк пошел трещинами. Однако сотрудники ГАСКО на ситуацию никак не реагировали. В результате на владельцев перестроенной квартиры подали судебный иск. Подробнее в нашем сюжете. О ситуации, сложившейся в доме памятники архитектуры, расположенном по адресу улицы Осипова, 32, мы рассказывали неоднократно. Дело в том, что жители одной из квартир перестроили ее, неся значительные изменения как во внешний вид самого здания, так и во внутреннее убранство. После того, как в доме памятники стали появляться трещины в несущих стенах и отходить лестницы, а ГАСКО вообще никак не вмешивался в ситуацию, жители поняли, надо брать дело в свои руки. И таки буквально заставили приморскую администрацию выдвинуть судебный иск против владельцев перестроенной квартиры. Случай, разумеется, беспрецедентный. В кои веки районная администрация вспомнила о своих прямых обязанностях. Первое заседание прошло 11 июля в окружном административном суде. Скажем сразу, с выдвинутыми обвинениями сторона ответчика не согласна. Адвокат, представляющий интересы, утверждает, на самом деле это была не перестройка квартиры, а просто-напросто ее ремонт. А на это никаких таких документов не нужно. Мы возражаем противоиска, потому что считаем, что никакой реконструкции, никакого строительства, которое требует наличия соответствующих разрешений действующим законодательством, не предусмотрено. В квартире действительно выполнялся ремонт, который не требует соответствующих разрешений. Со своей стороны, истец районной администрации настаивает нарушения были и требует привезти квартиру в первоначальное состояние. Третьей стороной процесса выступают жители дома памятника архитектуры. И здесь необходимо отметить весьма любопытное обстоятельство. Как только люди стали активизироваться и выступать против соседей-перестройщиков, откуда-то объявились чиновники от ГАЗК и буквально замучили жителей проверками по жалобам, да-да, тех самых перестройщиков. Вдруг жителям дома, активным жителям дома, которые борются с этой перестройкой, начали приходить письма из ГАЗК о том, что с проверками, что якобы у нас перестроены квартиры. Значит, у меня в феврале месяце была, по аналогичной жалобе, была проверка с областного ГАЗКа, нарушений не нашли. Через два месяца опять вызывают нашего адвоката и говорят, мы хотим опять по аналогичной жалобе вас проверить. Я считаю, что эти действия не законны, это первое. Второе, повторная проверка, она должна была быть не раньше, чем через год. Вот, и для этого должны были быть основания. Те ответы, которые ГАЗК выдает нам о том, что они имеют право проводить во время проведения ремонтных работ, либо непосредственно после них. Ремонтных работ у нас в квартирах не проводится. Чиновники способствовали в том, что произошло на сегодняшний день. А это самовольная реконструкция. ГАЗК закрыл глаза на все наши письма, наши предупреждения, что ни в коем случае не нужно регистрировать либо поведомление, либо декларацию, что бы там ни было. Потому что мы во всей инстанции писали, что это памятник местного значения, где происходит самовольная реконструкция, где нарушаются права и интересы не только жителей этого дома, а права и интересы одесситов. На самом судебном заседании с судью и танцюрой были заслушаны все стороны, в том числе утверждение ответчика, высказавшего предположение, что приведение квартиры в первоначальный вид, как того требует истец, может навредить памятнику архитектуры. И в связи с этим потребовал проведение экспертизы. Исты с экспертизой согласны. Все предписания органов охраны культурного наследия подтвердили, что такая самовольная реконструкция привела к тому, что архитектурный ансамбль, я даже не про трещины сейчас хочу сказать, архитектурный ансамбль, целостности вот этого ансамбля были нарушены тем, что была установлена лоджия, увеличена, стеклена, изменена и так далее. И естественно все то, что произошло уже внутри квартиры, повлияло на стойкость этого дома, пошли трещины, уседают балконы, вернее окна и двери, но это опять же экспертиза должна все еще подтвердить. На сегодняшний день факт нарушения есть. Судей пока наложен арест на квартиру, что конечно уже не даст возможности ее перепродажи третьим и четвертым лицам, ну а следующее заседание назначено уже на 25 июля.